Никто не станет спорить с тем фактом, что первая часть Overwatch мертва. Этот ролик родился из обиды на руководство Blizzard, которое умудрилось убить хорошую игру и заменить её весьма кривой копией. Лучший на свете шутан был буквально задушен жадностью Бобби Котика и длинным списком сомнительных решений, каждая из которых сразу бы убила любой другой, менее расхайпленный проект. Над роликом трудилась команда из сценариста и гэнзи-мейнера Антона Белого, матёрого диктора Антона Киреева и любителя старой позы трейсер-монтажёра Алексея Зайцева. Мы осуждаем решение Blizzard убить игру, ведь каждый из нас прекрасно помнит не только её последний вздох, но и первые шаги, всколыхнувшие геймдев. А для начала давайте все дружно подпишемся на канал, влепим лайк под роликом и нажмём на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск о бесконечных фейлах Метелицы. Сегодня мы вспоминаем детали создания первой части серии, говорим о её развитии и завершаем историю бесславной гибелью. Ведь вам наверняка хочется узнать, в каких именно мучениях умирала некогда великая Overwatch. Думаю, вы наивно полагаете, что я начну повествование с даты релиза, ведь именно 24 мая 2016 года состоялся релиз игры. Тут сразу стоит отметить, что в короткие сроки первый овер смог завоевать титулы лучшая игра года на всех крупных премиях — The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и GDC Awards. И тогда казалось, что это внезапная, чуть ли не случайная история успеха, когда никто ничего не ждал, а оно взяло и выстрелило. Однако решения, стоящие за разработкой игры, были выверены годами аналитики и фокус-тестов, а к её созданию приступили намного раньше. Настоящая история нашей покойной любимицы стартовала в далёком 2007 году. Именно тогда началась разработка ММО-игры «Титан», в которой Blizzard видела потенциальную замену для дряхлеющей World of Warcraft. Создание «Титана» велось в условиях строжайшей секретности, но редкие утечки подогревали хайп и интерес к потенциальному хиту от Blizzard. В отличие от фэнтезийных «Warcraft» и «Диабло», «Титан» разрабатывался в научно-футуристическом сеттинге с сильным акцентом на модные технологии и гаджеты. В какой-то степени Blizzard делала «Старфилд», но для миллионов геймеров. Одним из ключевых разработчиков «Титана» был Джефф Кэплан, также известный как «Папа Джефф». Рассказать о своём прошлом он смог лишь после того, как спустя много лет уволился из компании. Папа Джефф с теплотой вспоминал о «Титане» как не просто амбициозной ММОшке от именитой студии, а как об игре, которая должна была переосмыслить ключевые правила массовых многопользовательских проектов и предложить геймерам уникальные классы. Причём с возможностью кастомизации, дающей персонажам уникальность в пределах их классов. Игру начинали как ММО, затем переформатировали в шутер, а через семь лет после начала разработки вообще отменили. Кровоначально Blizzard хотела совершить новую революцию в ММО-РПГ, но затем увидела, что глупо будет делать конкуренты для нежелающего отправляться на пенсию World of Warcraft. Кэплан предложил создать шутер — единственный популярный жанр, в котором у компании был нулевой опыт. «Титана» отменили, но не полностью. Из игры взяли несколько разных героев, модернизировав их. Так класс рейнджеров превратился в бастиона и роковую вдову. Концепты архитекторов отдали Торбьерну и симметрии, а вышибала стал громилой Райнхартом. «Солдат-76», «Женец» и даже «Трейсер» — у каждого из прославленных героев стартовой линейки Overwatch — были свои аналоги в «Титане». Для упрощения пошаговой трансформации «Титана» в Overwatch главным ответственным за новый шутер назначили как раз Джеффа — обычного геймдиза, ранее работавшего в составе большой команды над Вовкой. Первым делом Кэплан заручился поддержкой сценариста Майкла Чу и ведущего геймдизайнера Скотта Мерсера. Перед троицей стояла задача поистине эпических масштабов — создание новой серии игр, которая украсила бы портфолио Blizzard. У компании не было новых IP со времён выхода первой «Дьявола» в 1996 году, поэтому за новой серией пристально следил весь мир. Тем более, что для Blizzard жанр героических шутеров был совершенно непонятной авантюрой, но Кэплан сказал «Ребята, дайте время, и мы перевернём этот жанр». Время дали, но не слишком много. Официальный анонс состоялся в ноябре 2014 года, через год запустили закрытую бету, а в мае 2016-го состоялся полноценный релиз, причём не совсем свойственный для метелицы. Студия сумела запустить игру сразу на ПК и на консолях, несмотря на то, что во время первого анонса никто никакого консольного релиза не обещал. Это стало сюрпризом для тех, кто хотел видеть игры от Blizzard на своих PlayStation и Xbox. Не сомневаюсь, что кто-то из вас поиграл пару часов, полюбовался на высокополигональную задницу руковой вдовы и не нашёл других причин задерживаться. Но я ещё точно знаю, как часть зрителей прямо сейчас вспоминает о проведённых сотнях, а может быть и тысячах часов в первом овере. Как они открывали щедро отсыпаемые лутбоксы, за которые в те времена даже не обязательно было платить, и тратили попытки на установку рекордов в Кубке Лусио. И вот те, кто застал этот праздник, наверняка поймут мою фантомную боль по просранной игре. А бывает и так, что никакого хайпа в помине не было, а цифры продаж и онлайна побили все рекорды и ожидания инвестора. Один из самых новых примеров — Helldivers 2, про взлёт которой мы уже рассказывали. Уверена, что немалая часть наших зрителей вообще впервые услышала про эту серию. Но теперь, когда в Стиме появился новый суперхит, как-то грешно обходить его стороной. Купить новинку можно прямо сейчас в нашем магазине. Переходите по адресу IGMGG и попадайте в мир низких цен и удобного сервиса. А самое приятное, что игру можно не просто купить, но ещё и запустить без танцев с бубном. Менять регион вашего аккаунта не понадобится. Игра полностью совместима с учётными записями Стим из российского региона. А если Helldivers 2 — это не ваша чашка чая, то есть и другие хиты. Советую мне откладывать в долгий ящик и изучить наш каталог прямо сейчас. Ведь скидки на IGMGG длятся целый год и порой достигают 90%. Оплатить игры можно самыми разными способами — и кошельком YouMoney, и СБП, и обычной картой. Игр много, поддержка оперативная, скидки в наличии. А Helldivers 2 работает прямо с коробки. Переходите по ссылке в описании, чтобы стать частью нашей геймерской тусовки, выбирающей игры по низкой цене. Игроки уже в 2016 году понимали, что внутренняя студия Team 4 создала не просто интересный шутер с героями, каждый из которых был личностью. Blizzard сумела предложить несколько совершенно разных стилей геймплея в зависимости от персонажа. Симметра и Торп устанавливали турели и опирались на позиционный геймплей. Обезьяна-ученый Уинстон бешено прыгала по полю и раскидывала всех голыми лапищами. А шизанутый крысавчик повсюду разбрасывал взрыв пакеты, позволяющие ему взлетать в небо не хуже египтянки Фарры с ее реактивным рансом. Это был продуманный до мелочей сеттинг, дивный новый мир, где все было прекрасно. От шикарных комиксов и кинематиков до событий внутри игры, на которые геймеры не жалели сил и постоянно обновляли рекорды по онлайну. Героический шутер был одинаково удобен и для ветеранов, и для казуальных игроков, ведь любой мог взять медика Мерси в русской локализации Ангела и с помощью автоэйма лечить союзников. А чтобы процесс погружения в шутер был проще, авторы даже придумали Солдата-76, пожилого вояку, который троллил игроков фразой «Все мы теперь солдаты!». Геймплей за этого персонажа был очень близок к сериям Call of Duty и Medal of Honor, поэтому любители классических шутанов смогли быстро адаптироваться к геймплею, сильно меняющемуся от одного персонажа к другому. Старая Blizzard заложила серьезную базу для успеха игры. Так, например, в ныне покойной моба Heroes of the Storm были полноценные ивенты, связанные с овером. Еще за месяц до релиза Overwatch в Ходсе уже появилась Трейсер, главная героиня первого овера, а затем регулярно добавлялись новые персонажи. Понимаете, еще до того, как шутер в принципе вышел, моба для фанатов вселенных Blizzard начала радовать игроков чарами из будущей игры. За несколько лет в Heroes of the Storm появилось аж девять персонажей на всех ключевых ролях и две карты из основной игры. Храм Ханамура и завод Вольской. Потому что Blizzard понимала всю ценность и значимость овервотча и приучала аудиторию своих игр к дивному новому миру заранее. Overwatch был прекрасен даже на релизе. 21 герой, все как на подбор, но при этом каждый — личность, за которой интересно следить. Взаимодействие и интеракции между героями, лорные детали биографий, дружба жнеца и солдата 76, которые из лучших друзей стали заклятыми врагами. Игра постепенно обрастала богатым, даже не лором, а целой мифологией эпических масштабов. Майкл Чу прославился как талантливый сценарист, сумевший без всяких белых ниток связать воедино огромный, живой и вместе с тем развивающийся мир. Уникальность первого овера была в том, что каждая из команд состояла из шести бойцов, а не пяти, как в любых других шутерах. В идеале в каждой команде должно было быть два танка, два персонажа поддержки и два персонажа урона. В староглиняные времена еще было деление урона на персонажей штурма и защиты, но впоследствии от разделения отказались. Джефф Кэплан попытался в каждом персонаже заложить какие-то интересные детали, с которыми геймеры могли бы себя ассоциировать. Например, у Симметры есть расстройство аутического спектра, поэтому аутисты смогли увидеть в ней родственную душу. Но попытка найти героя для каждого сыграла с овером злую шутку. Разработчики увлеклись ЛГБТ-тематикой и официально назвали трейсер «лезбиянкой». Ей посвятили отдельный комикс, игрокам понравилось то, что девушка с обложки обладает необычными пристрастиями. Однако комикс с поцелуем Лены Окстон со своей возлюбленной в России все-таки на всякий случай запретили. Следующим каминг-аутом стал «Солдат 76», после которого из игры сбежала часть аудитории с традиционными ценностями. Пристрастие к садомии у седого ветерана многочисленных баталий оценили далеко не так снисходительно, как в случае с трейсера. Но ранние этапы развития овера компенсировали эти неприятности. За один только первый год с релиза пёструю кампанию пополнили бабушка Ана, пожилая снайперша с мощными скиллами контроля, хакерша Сомбра с возможностью взламывать персонажей и лишать их на короткое время всех обилок, а также робот Ариса, которую быстро прозвали лошадью за схожесть с этим животным. Было множество крутых ивентов, и каждый из них ощущался буквально как праздник. Ужасы Хэллоуина, Зимняя сказка, годовщина Овервотч, Лусио Болл, Месть Крысенштейна – все эти ПВП и ПВЕ потасовки прочно осели в воспоминаниях геймеров. Ведь каждое событие приносило не только массу фана, но и возможности для получения эксклюзивной косметики. Ее можно было покупать напрямую за внутреннюю валюту, а можно было доставать из праздничных контейнеров – лутбоксов, которые были доступны во время событий. Чтобы получать их, достаточно было играть и играть и снова играть. Ближе к концу жизненного цикла первой части контейнеры иногда выдавали по пять штук просто за первый вход в игру во время ивента. Не будем так уж сильно заострять внимание, но суть такова, что в Овере был симбиоз запоминающихся персонажей, локаций, важных с точки зрения внутреннего нарратива, и событий, которые привносили разнообразие чуть ли не на ежеквартальной основе. Да и персонажи поначалу появлялись стабильно раз в четыре месяца, по три штуки в году. При этом ничего прям-таки нового с точки зрения геймплея Овервоч не предлагала. Качественный шутер от первого лица, где ленивые геймеры могли брать сурового гнома Тор Бьерна и прятаться за его автоматической турелью. А могли взмывать в небо, взяв фару с ее олдскульной ракетницей, которая словно пришла из деф-матча второго Квейка. Но то, как бережно Кэплан вносил все правки, то, как его команда преображала игру на время потасовок, позволяло сообществу любить Овервоч 1 даже сильнее, чем игра заслуживала. Пиком развития игры стали сюжетные ПВЕ-миссии про лучшие времена отряда Овервоч. Первым стал «Мятеж» в 2017 году. Он освещал события с координированной атаки группировки «Нуль Сектор» на Лондон и показывал нам персонажей в виде молодых версий себя. В 2018 году вышло «Возмездие» — режим с плохишами из секретного подразделения «Блэк Уотч», всегда готового выполнить задачи, не считаясь нормами морали и гражданскими потерями. Финальной, третьей потасовкой стало предчувствие бури, в которой авторы познакомили нас с колоритным омником-террористом Максимилиеном. Но главным героем всегда оставалось даже не Трейсер, который скандально изменили победную позу, а в сиквеле еще и уменьшили объем попы. В центре «Софита» всегда был Джефф — скромный парень, ставший суперзвездой благодаря своей идее превратить ММО в шутер. Кэплан не был готов к этой славе, но свою игру очень и очень любил. Рассказывая о ней на интервью, он буквально не мог сдерживать слез радости от того, что его игру любят миллионы геймеров из самых разных стран и готовы прощать ей даже сильный уклон в репрезентацию ЛГБТ, за которую семь лет назад игру нещадно критиковали. Впоследствии Джефф стал обязательным участником рождественских трансляций по оверу, где он по десять часов сидел в кресле, листал новости в смартфоне и грелся у камина. Эти стримы стали по-своему культовыми, и мемоделы создавали целые нарезки из выступлений геймдиректора. Конечно, папу Джеффа любили не все, но сам он стал для сообщества игры настоящей иконой, символом разработчика с человеческим лицом. И этот же символизм его, в конце концов, погубил. Шесть долгих лет была с нами первая часть. При этом все эти годы мы тратили на нее десятки часов и ни о чем не жалели. Проведенные за шутаном часы ощущались радостно, и мы играли не только в сам овер, но и продолжали взаимодействовать с успешным проектом Blizzard, даже когда выходили из игры. За чтением комиксов, постоянным пересмотром гениальных короткометражек и даже за изучением фанатского творчества на одном желтом сайте. Творчество, которое зачастую не уступало основной игре. К слову, если вы интересуетесь темой правила 34 и тем, как Overwatch поставила порнхаб на колени, то переходите на наш Бусти. Всего за 100 рублей в месяц вы узнаете о том, как именно Rule 34 повлияла на популяризацию шутера от Blizzard, и какие далеко идущие последствия у него были в стане SFM-мейкеров. QR-код на экране, приходите, оформляйте подписку и получайте доступ к запретным темам. Но первый тревожный звоночек для геймеров наступил в апреле 2019 года. Именно тогда вышло ПВЕ-событие «Предчувствие бури», где геймеров знакомили с «Соджорн» — темнокожей канаткой, тело которой напичкано имплантами и усилениями. Проблема в том, что через полгода выяснилось, что «Соджорн» станет эксклюзивным героем сиквела и возглавит рекламную кампанию Overwatch 2. Конечно, все карты автора раскрыли позднее, но на тот момент геймеры ещё пребывали в счастливом неведении. Вообще, одной из проблем было то, что идеология Кэплана не позволяла эффективно зарабатывать деньги на тех, кто уже заплатил за игру и не собирается больше ничего докупать. Джеффри пытался поддерживать имидж идеального командного шутера, и ему это удавалось. Всем тем, кто считал Хейла, Колду или Баттлфилд слишком хардкорными, были рады в Overwatch на простых ролях без требований к скиллу. Например, хиллером Мёрси или раскидывающей бронекомплекты Бригитты, которая когда-то даже сломала мету. Ах, сколько же людей бросили игру из-за безумных станов от дочки Тор Бьёрна. Но пока Джефф нежился у огня и подтягивал горячительные напитки из кружки, внутри Blizzard росло недовольство тем, что игра плохо монетизируется. Большинство людей приобретали Overwatch за 30 баксов и никогда не совершали покупок в игре. Дело в том, что любая косметика, даже обладающая эксклюзивностью и привязанная ко временным ивентам в игре, добывалась из праздничных лутбоксов. А фармить их было просто. Достаточно прокачивать свой профиль игрока и вместе с каждым левелапом получать по одному ящику со случайными подарками. Папа Джефф вообще не хотел зарабатывать деньги на Overwatch 1, ведь он мечтал сделать свою игру бесплатной и тем самым многократно увеличить количество игроков. Кэплэн считал, что сообщество лучше понимает, какая в игре должна быть мета, поэтому команда занималась балансом, с оглядкой на популярные в профессиональной среде тренды и тенденции. Постепенно у игры начали появляться проблемы в плане редкого выпуска нового контента. Правообладатель хотел отдельно продавать сюжетные миссии и наборы приключений. Но еще в начале разработки авторы публично обещали, что никаких платных героев и DLC, согласно философии Overwatch, не планируется. Котик задумал недоброе. Он нашел способ отменить старое обещание разработчиков, выпустив для игры патч под видом сиквела. Впервые об Overwatch 2 стало известно в 2019 году на выставке BlizzCon. Начался самый драматический период в истории первой части – стагнация. Авторы прекратили выпуск нового контента, ссылаясь на то, что основные производственные мощности брошены на сиквел, где будет сюжетный режим, полноценная прогрессия и прокачка для героев, множество ПВЕ-контента и много чего еще. Лапши на уши набросали столько, что хватило бы для обеспечения беспрерывной месячной работы итальянской тракторией. Кэпплан обещал, что Overwatch 1 никуда не исчезнет. Мол, у двух частей будет общая многопользовательская экосистема, игроки продолжат получать контент бесплатно, за исключением сюжетной кампании, доступ к которой дадут только покупателям второй части. Однако Blizzard не спешила делиться деталями или открывать предзаказ. Что касается контентной поддержки, то она практически иссякла. Первая часть начала умирать еще со дня, когда на Близкон 19 подтвердили факт работы над сиквелом. С 19-го года вместо привычных трех ежегодных героев три новых персонажа добавлялись в игру на протяжении аж двух лет. Баптист и Сигма в 19-м, Эхо в 2020-м году. Затем студия взяла паузу на долгих два года, выпуская только балансные правки и скинчики. Ни те новых карт, ни те новых потасовок, ни-че-во. Ребята были заняты созданием ПВЕ-контента, невиданных доселе масштабов. Поэтому обладатели первой части просили набраться терпения и войти в положение. То есть Blizzard сознательно перекрыла игре кислород, чтобы психологически подготовить геймеров к ее шатдауну. Мол, вы сами плохо играли в последние годы, чё зря сервера-то оплачивать. Как говорится, дерьмо случается. Blizzard принимает решение о закрытии Overwatch 1 и принудительно переводит всех геймеров на сиквел без какой-либо альтернативы. Вторая часть переходит на условно-бесплатную модель распространения с несколькими изменениями. Самым важным разделом становится внутриигровой магазин с еженедельными обновлениями и широким выбором косметики. Уникальный для первой части формат 6х6 убирают, заменяя на банальные команды по 5 человек в каждой. Сотни киберспортсменов теряют рабочие места, так как в каждой профессиональной команде теперь может играть только один человек с ролью танка. Более того, в сиквеле буквально убирают киберспортивную сцену, как это было до этого с Heroes of the Storm. Закрывается крупнейшая турнирная экосистема под названием Overwatch League. Без лиги, которая когда-то приковывала внимание сотен тысяч игроков, Overwatch 2, по сути, предает профессиональную сцену. Люди ворчали на то, что профессиональная сцена стагнирует, и критиковали мету щитовиков за отсутствие зрелищности. Если что, в первой части Overwatch был длительный период под названием GOATS, когда команды играли тремя танками и тремя саппортами с сильным перекосом в щиты от Рейнхарта, Зари и Бригитты. Но сейчас даже такие вещи вспоминаются со слезами и нескрываемой ностальгией. Ведь первая часть, несмотря на свои недостатки типа дефицита контента и стабильно сломанных новых героев на релизе, всё-таки сумела завоевать свою нишу. У игры была своя уникальность, которую нечем было заменить, и не мудрено, что в то время у Overwatch появлялись клоны типа Paladins, Battleborn и Paragon. Последним бастионом Старой Гвардии оставался Папа Джефф. Но даже он, несмотря на общепризнанную пользу, стал неугоден из-за того, что коммерческие успехи Overwatch остались в прошлом, а Кэплан бредил идеей перевода игры на фри-то-плей формат. Джеффа попросили с вещами на выход, и он записывает прощальное обращение, где со слезами на глазах сообщает о своём уходе из компании после 19 лет работы. Принципиальная смена курса в сиквеле не позволила бы сохранить в руководстве человека, который так щедро раздавал обещания, и ещё до релиза сделал страшную вещь, пообещал, что весь контент в будущем будет бесплатным. Как бесплатный контент, и не как ДЛС. Первую часть закрыли, а затем открыли вновь, но с цифрой 2 и кое-какими исправлениями. Первым изменением Келлера на своём посту руководителя стало решение изменить имя ковбою Макри. Но теперь Макри ассоциировался с бывшим гейм-дизайнером, которого уволили за токсичность в ходе кадровой чистки. И поэтому Келлер счёл, что виртуальный Макри тоже виноват в проступках реального. Ковбоя переименовали в Кэссиди, и вскоре после этого начался ревью-бомбинг первой части. Кто-то, конечно, посмеялся над тем, что наконец-то впервые за полтора года появился новый персонаж Коул Кэссиди. Но ветеранам было не до смеха. Худшей страницей в истории первой Overwatch стало то, как обошлись с игроками. Серверы первой части отключили за сутки до релиза Overwatch 2. Игру обесточили, а вот возврат средств никому оформлять не стали. Мол, игру не отнимают. Вот её улучшенная версия с двойкой в названии. Более того, обладателям первой части даже дали эксклюзивный подарок под названием Founders Pack. Этот набор основателя давал покупателям первой части доступ к скинам эпического качества, к Клоунессе Сомбре и Генералу Думфисту. Но спустя всего год компания передумала и выставила некогда эксклюзивный скин, являвшийся подарком для ветеранов первого овера, на продажу в магазине. Облик для хакерши Сомбры в виде орликина, доступной за реальные деньги, вызвал в сообществе массу хейта. Разумеется, в адрес компании. Жертва обездоленных владельцев первой части, которые вообще-то за игру заплатили и лишились к ней какого-либо доступа, стала ещё более бессмысленной. Возможности вернуть ванильный Overwatch в формате 6х6 так до сих пор и не предусмотрели. Скам такой, что Крису Робертсу даже не снился. Кстати, если ещё не смотрели расследования о создателе Star Citizen, то подписывайтесь на наш Бусти. Там всё это есть. Overwatch сгубила банальная жадность котика и других топ-менеджеров. Игра приносила меньше денег и больше радости. А для бизнеса такой расклад неудобен. Именно поэтому нестандартный подход в виде потасовок для двенадцати геймеров уступил место привычному, понятному для массового зрителя формату 5х5. По этой же причине бесплатные лутбоксы исчезли из сиквела, а вся косметика теперь доступна только в магазине с тремя видами валют и в боевом пропуске. Его, кстати, в 23-м году признали худшим боевым пропуском среди всех шутеров в игровой индустрии. Многие проблемы первой части оказались переоценены. На фоне современных косяков они были в лучшем случае досадными неприятностями. Но аудитория не хотела идти на компромиссы и требовала сделать игру лучше. В итоге фейковый сиквел так и не выполнил почти ни одного старого обещания, да и сами обещания признали недействительными. Их раздавали бывшие сотрудники, с которыми попрощались еще до отключения серверов. Финальный час жизни первой Overwatch был весьма душевным. Люди из разных команд перестали стрелять друг в друга, а делали скриншоты на память и обменивались эмодзи и репликами. Затем появилось системное сообщение. Даже лучшие приключения когда-нибудь заканчиваются, но следующее будет ждать уже за углом. Спасибо вам, герои, и увидимся 4 октября. За считанные секунды до блэкаута в первом овере появилось прощальное уведомление от сервера «Увидимся на другой стране». Выбор этой фразы оказался во многом пророческим. В английском идиома «see you on the other side» часто означает, что ты прощаешься с кем-то на долгое время и надеешься встретить его после смерти, то есть на другой стороне. Затем таймер дошел до нуля, и всех игроков вышибло на экран авторизации. Один из классиков русского рока когда-то спел «Как-то вышло все нелепо, и болит душа немного». Это легко применимо к первой части Overwatch и ее бесславной преждевременной кончине. Большой бизнес убил игру, чтобы на ее костях сделать продукт с агрессивной монетизацией, щедро залитой океаном лжи и лицемерия. Так что слезы Джеффа вполне понятны, ведь он еще в 21-м году знал, какая участь ждет его любимицу в обозримом будущем. Статус одной из худших игр современности и новый продюсер, без стеснения заявляющий о том, что покупка рождественских скинов за реал и есть лучшее воплощение духа Рождества. Метелица завоевала миллион игроков, а затем систематически, из года в год пренебрегала их доверием и плевала им в души. Замена Джеффа на Аарона и отказ от первой части в пользу урезанной второй, в которую до сих пор потихоньку добавляют фишки из первой части, это лучший пример некомпетентности руководства игры. Бывшие сотрудники много рассказали о том, что котик пустил под нож тысячи человека-часов с контентом, который нельзя было эффективно продавать, и его попросту вырезали без суда и следствия. Какое сейчас у франшизы будущее? Ну, поддержка расписана еще на несколько сезонов вперед, а игра отчаянно сопротивляется смерти, о которой твердят хейтеры со дня анонса второй части. Шансы на реабилитацию Overwatch 2 после ухода котика сохраняются, но призрачные. В начале этого года Activision Blizzard пустила под нож почти две тысячи рабочих мест. А вот Overwatch 2 продолжает приносить деньги, и его закрывать никто, кажется, не планирует. Да и самой аферы со сменой таблички никто не стесняется, ведь в файлах игры и папка с Overwatch и исполняемый файл не содержат цифры 2 и не отличаются от того, что было у первой игры в серии. Дичь, да и только. Тем не менее, вторая часть хуже оригинала по всем своим параметрам. Если вы хотите узнать историю его провала в деталях, то пишите нам в комменты в соцсетях, благо у нас их более чем достаточно. Эти соцсети хорошо известны. Твич, ТикТок, Телеграм, Дискорд, ВКонтакте и Бусти с его эксклюзивными материалами. Спасибо всем за просмотр, а напоследок я уточню. Друзья, а кого все-таки в следующий раз эксгумировать будем, а? Редактор субтитров А.Семкин